Второго разумления, вот прощайся, зная, что таковой развратился и грешил, будучи самоосуждён. Всё. Будучи самоосуждён. То есть он сам себе приговор сделал. Вот начните с ними разговаривать, вот вы так понимаете. А Игнатий Бринчинин говорит, Игнатий Богоносец, это первые, мученики, они понимали не так. Они понимали, вне церкви нет спасения, а Господь говорит, все, я с вами, во все дни до скончания века. С кем? С ними, с вами. Они, которые придут и будут говорить, динаминации, конфессии. Сатана этими словами прикрыл слово ересь. Вот отвращайся еретика. Павел говорит, уже они были. Спросите эту еретичку, скажите, о ком он говорит? И когда ереси появились? Это и свидетели Иугова, человек. Это сторожевая башня. Они все отвергли. Библию, синодальный перевод, все отвергли. Но если Христос не был с церковью, то это не Христос. Дальше-то она не говорит. Все я с вами, во все дни. Ни дня не было, что церковь плохая стала. Он теперь ищет, какие хорошие, прямая связь с Богом. Церковь не нужна. Церковь его невеста. Вне церкви нет спасения. Вот об этом Иларион, мученик, подробно объясняет. Вне церкви нет спасения. А зачем ежедневно прилагал спасаемых в церкви? Они спасаемые, но вне церкви нет спасения. Они приняли истину, но не в церкви. Церковь, вот мы сказали абсолютно правильно, в первом веке, в Сионской горнице и в доме Корнилия, язычникам вторая половина двери открылась. Если во все дни, ну хоть один день с церковью не было, которая им основана, а эти-то там действительно в 17 веке, 1517-м лютер свои претензии выставил, когда, то это не церковь. Во все дни до скончания века, если его там не было, то это не Христос, еще раз говорю, это не церковь. А когда, спросите, а когда вы такие появились? Как называется? Она сразу хвост подожмет. Она не будет говорить? Она начнет прятаться за сатану. Не важно, главное прямая церковь, дорога к Богу, а зачем кого-то? А Господь, говорит, избрал кого? Во-первых, апостолами, во-вторых, пророками, в-третьих, учителями. Кто в-третьих учителя? Они апостолов называют, пророка там одного Агава назовут, а кто учителя? Мы называем прямо Григорий Богоносец, Игнатий Богоносец, и по порядку перечисляем. Ян Златоуст, Василий Великий, Григорий Богослов, Григорий Чудотворец. И по порядку в каждом веке есть. Я насчитывал жития святых, на нашем сайте там все указано. И они с церковью, и тогда были еретики, а с ними очень просто разговор был. Они отдельно пошли. Вот спросите, которая признает ли она Христа за Бога? Вот она, если есть, найдите, кто это говорил, и сразу поставьте черную метку, убрать, чтобы она не заражала людей. Там нет еще спасительного. Церковь это корабльной. Мне главное связь с Богом идти, оно и в ковчег не нужен. Считаем первое послание Петра, 3 глава, 21 стих. Подробно об этом, прямо сравнение говорит. Вот откуда идет. Где нет священства, нет связи. А зачем ты тита оставил? А тип пришел бы, они уже везде. Кто-то нашелся бы и рукоположил. А кто-то такой, нету. Все аннулируется. Рукоположил, каждая церковь пресвятеров. Почему он епископ законный? Церковь установила порядок. Какой? В какое время? Шестой Вселенский Собор, 14-15 правила. А у них ничего нету. И главное, когда возникли, и как им название, они не могут сказать. А я Христов. Павел упоминает таких. Я Кифин там по порядку. Павлов. Вот там отвечать ни о чем. Они самоосуждены. Он, я не в церкви, он приговор поставил себе. В царство небесное не попадает. Христос имеет дело только с церковью. Церковь, это его невеста. Считайте песни песней. Подробно все. Ну вот и все. Она меня поминает. Вам слышно было? Что-то заглохло все. Слышно, Дмитрий Тихонович? Слышно? Да, да, слышно. Ну все, я сказал, все на этот вопрос отвечено. Надо найти ее, изолировать. Чтобы никогда больше здесь не было травы. Река ненависти, река ядовитая. Игорь Тихонович, дайте место в писании упоминающие католиков, православных, баптистов и иеговистов. Вот такой вот. Зачем поминать? Одно название еретик, и все от церковь, где имеется епископат. Какая бы ни была католическая церковь, она имеет рукоположение от апостольских времен. Вот и все. Дальше. Григорияна Армянская, копты и сирийцы. Вот пять. Пять ветвей. Остальное все еретики. И придумали слова. Конфессия. А откуда они взяли эти слова? Динаминация. Демонизация. Найдите где, если собора не признаешь. Уже в апостольских правилах упоминается православие. Первый собор, первый, первый вселенский собор церкви, и уже называется православным. Она не знает, эта душа, ничего. У них нет златоуста, а бакмейлдера, они по порядку перечисляют своих. Елена Уайт, Миллер. Они все отвергли, абсолютно потоптали. И поэтому они не в церкви. Как святой говорит, я никогда в жизни мирно с ними не разговаривал. И все. Он пришел сюда, он должен учиться, а не учить. Первая апостольская церковь так понимала, как мы понимаем. Как они понимают, так никогда не понимала. А сколько разных? Ну что мешает им? Мешают, пускай назовут, иконы, кресты. А в одной Америке только 21 тысяча разных названий еретиков. И друг друга не признают. А у них уже ничего нету. Вот когда возникли-то, молчок. В Баптистах в 1609 году Джон Смит залез в воду, положил на себя руки и покрестил. А в 1639 году в Роджерсе была образована первая баптистская община. Семнадцатый век. А Господь говорит, во все дни до скончания века. Клевета на Христа, на Духа Святого. Богохульники они. Во все дни до скончания века. Он с церковью, не с еретиками. А что такое еретик, спросите? Начнет ковылять, как говорит, да, обезножит сразу. Ну все. Спаси Христос, Игнат Тихонович. Да, поставь ей метку. И чтобы убрать, никогда не было. А если надо будет, отдельно будут слушать. Вот когда Грустик заходит, бесноватые. Они в абсолютном большинстве беснуются. Я разговаривал в то время, только обратился. И у них было так, пятидесятники. На разных языках говорят. Бормочат и не знают. Писание говорит, нет, толкователи, молчи. А они не могут. Наша сестра одна, Валентина Барышникова, с такой шла. Она ровесница. И говорит, можешь ли сейчас вот здесь, на вокзале, начать на языках? Она говорит, могу, но мне нельзя. Почему? А тогда меня не остановить. Ни милиции, никто не остановит. Этот дух не дает им. А у верующих, которые языки были. А когда, уже в третьем веке, у Ирине Илеонского они не упоминаются. Все. В каждом народе есть свои проповедники. Уже нет никакой надобности языках. А язычники не знали. Пришли они к Богу, приняли ли церковь. И поэтому Бог давал такой знак. 14 глава, первое послание к Коринфянам. У них нету. А кто в третьих учителями? Пусть назовет. Апостол Павел это говорит к севписянам и к евреям. Два раза повторяет. И мы приступили к духам праведников. К душам. Дух и душа это одно и то же. И мы молимся им. Получаем ответ. У них этого ничего нет. Вот она говорит. А такие, как вот другие тут. В Новосибирске, кажется, 48 разных сект зарегистрировано. И они все по-разному понимают, по-разному толкуют. А сами вне церкви. Ну, если только в одной Америке 21 тысяча. Я считал когда-то, каждые две недели появляется новая секта. Каждые две недели. Через две недели. В среднем. Все. Так, давайте, задавайте вопросы, пожалуйста. Боятся они верующих. Узнайте хорошенько, откуда она пришла. Вопросов нет? Нет, видимо, Игнат Тихонович. Вопросов нет, похоже. Вот и все. А почему нет? Потому что знают люди истину. Все отвечено. На высоком уровне прошли у вас занятия. Я все от корки до корки прослушал. Слава Христу. Сколько Бог новых людей нашел. Так, я попросил бы в конце помолиться. Книги в пути. И как сестра Елена говорит, они книги прибудут в Барнаул примерно в следующий тверк. Надо, чтобы... Надо управить, Господь. Да. У меня вопрос. Ну так а что же молчишь? Я сколько раз спрашивал. Да. Давай. Вы, наверное, не увидели. Один священник африканский, ну, на французском передаче ведет. Он сказал, что церковь – это Евхаристия. Вот. Как могли бы накомментировать это изречение? Правильно? Церковь как? Что церковь? Это Евхаристия. Церковь – это Евхаристия? Ну да. Ну, пускай он объясняет. Зачем я буду ему объяснять? Такого нигде нету. Евхаристия. Зачем я его грех буду молотить себя в злах? И нам нет нужды никакой. Еретика «Отпрощайся» написано. «Отпрощайся, не разговаривай с ним». После первого-второго разумления выбрось это все. «Отпрощайся», – Павел говорит к ниту. Еще напоминает. «Три десять. Ибо они самоосужденные. Их нельзя спасти, ничего нельзя». Вот к Авиагафону подошли. Что не скажет он виновен? Братья решили его испытать. Говорит. «А ты блудник». Он заплакал. Говорит. «Братья, вам открыл Господь? Да ты же здесь с юных лет в монастыре. А я все равно как-то помышлял там о женщине, а это приравнивается. В уме блудил. Тогда решили сказать убийце. Подошли, пошушухались. Ты вот убийца, оказывается, сказал, заплакал. Опять говорит. «Да, братья. Как-то было, я на брата огневался. Ненавидящий брата ищется человеку-убийца. Тогда они, не знаю, один говорит. «Да еретиком его надо звать». Подошли, говорят. «Ава, а мы узнали, что ты еретик». Он вытер слезы. Говорит. «Никогда не был». Почему? Потому что то слабость природы человеческой, а здесь добровольное предательство. Этого не было со мною. Я не еретик. Я христианин с большой буквы православным. Правильно славить. А они не знают против православного. Само слово говорит. Правильно славить. А как правильно? «Слава Отцу и Сыну и Святому Духу». А когда еретики молятся, они говорят «Слава Отцу и Сыну во Святом Духе». Они не признают Христа за Бога. А Дух Святой – это только сила движущая, не личность. Поэтому еретиков было много. И борьба с ними была отчаянная. И учение о Троице на Шестом Вселенском Соборе только закончилось. Единосущные. Это слово искали. Столетиями. Бог – Отец, Бог – Сын, Бог – Дух Святой. Это единое. А как? Никто не знает. Рассуждения окончились. Это откровение, открытое Святому Православию. Так, все? Вопросы кончились? Ну, в начале тогда, Игорь Тихонович. Отлично. Я буду называть сейчас, а вы скажете, есть тут такое или нет. А-а-а. Вот как. Ага. Так. Минутку. Михаил Каримов здесь? Молчит, на работе, видать. Ольга Симоненко здесь? Ольга Симоненко здесь? Вот, по куру здесь. Здесь, Игорь Тихонович? Ну, слава Богу. Сейчас братья там пропоют, что достойно, что они знают. И тогда помолитесь кратко своими словами, и в конце прославьте святую, единостующую и нераздельную троицу. И громко скажите «Аминь». И кто с ней согласен будет, все говорите «Аминь». Молитва делается вашей, о чем говорит апостол Павел в первом послании к Каримфинам. Во славу Божию! Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Достойно есть такого истину, блажите Тя, Богородицу, пресновлеженную и пренепорочную. И Матерь Бога нашего, честнейшую Херувин, и славнейшую без сравнения с Серафим, безыстрения Бога словорошую, сущую Богородицу Тя величаем. Слава, благодарение и поклонение Господу Богу нашему за возможность общаться и вникать в священное писание со светоотеческим толкованием, познавая тайны Божии, исполняя которые мы надеемся достичь Царствия Небесного, за братьев во Христе, наставника нашего, его труды, за мирное время, за все благодарим Тебя, Господи Божий наш. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу ныне и преснам и вовеки веков. Аминь. 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 Такое же самое от него может быть. Это у них такое, там бесов никаких нету, ада в вечном мучении нету, но явное дело, что ересь. А это все на земле. Я знаю их. Крестят много. А крестят много, если поставить нормы, как есть у нас, то ни одного не надо крестить. А они по полтысячи каждый год крестят. Так. Ну все. Сохрани наши книги в пути, Господи. И доведи до места, чтобы мы не были обмануты и ничего не похитили. Тебе слава за все, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. 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 Спасибо, Христос. Аминь. Спасибо, Христос. Спасибо, Христос. Все, отошли. Аминь. Аминь.